Крым. Тенденции и перспективы развития туризма и спорта. В Алуште прошел второй международный инвестиционный форум. Его участники, а это представители республиканской власти и предприниматели, обсудили возможные проекты сотрудничества. Крыму это привлечение новых инвесторов, а бизнесу – хорошие условия для развития. Фирмы из Москвы специализируются на активном отдыхе. Буквально на пустом месте в любой точке специалисты создают спортивные площадки. Наибольшей популярностью пользуются веревочные парки и скалодромы. В России они уже успели реализовать более 80 проектов. Еще один предлагают построить в Крыму. Это могут быть смотровые площадки, которые поражают своими необычными формами, которые привлекают большие массы людей и создают большие потоки. Это могут быть веревочные парки, которые мы строим как на порох, так и на деревьях. Соответственно, вопрос экологии для нас краеугольный камень, и мы очень много внимания этому уделяем. А вот эта компания более 20 лет занимается не только производством профессионального оборудования для единоборств, фитнеса и бокса, но и оснащением спортзала. Говорят, на полуострове работа непочатый край. Материально-техническая база давно устарела. Однако это не мешает крымским спортсменам показывать хорошие результаты. В свое время, когда еще был не признан Крым, мы приглашали команду Крыма по боксу к себе на турнир. Приезжали, помогали, спонсировали даже. Я считаю, что перспективы очень большие единоборств в Крыму, и они есть. Этот форум стал площадкой для многих проектов. Организаторы уверены, вскоре будут найдены новые партнеры, спонсоры и инвесторы. Тем более, что на полуострове действует свободная экономическая зона. Столь низких налоговых ставок, возможности получить без конкурса земельные участки, объекты, еще той спортивной инфраструктуры советской, которые на сегодняшний момент, к сожалению, пришли в негодность и не используются, но имеют огромный потенциал благодаря своим климатическим особенностям, географическим особенностям, тому потенциалу научному, который есть в Крыму. Я думаю, что это все поможет вам сделать правильный выбор. Мы все вместе будем развивать Крым. И это значит не только восстанавливать то, что имеем, но и строить новые объекты. Есть площадки, есть возможности, и нужно просто правильно развивать. И самое главное, чтобы деньги пришли. Будут деньги, мы постараемся их правильно освоить, для того, чтобы вместе с инвесторами, чтобы инвестору было выгодно, чтобы все, кто вкладывает деньги сюда, мог сказать, что да, это для меня было прибыльно, я хочу здесь еще и вложить еще дополнительно. Кроме средств инвесторов, большую надежду возлагают на деньги из республиканского и федерального бюджетов. Например, по ФЦП до 2020 года полуостров получит более 2 миллиардов рублей на реконструкцию пяти спортивных объектов. Ольга Савенко, Алексей Романов, Время новостей, Алушта.